Каждый месяц Анатолий Сергеевич разбирается в ворохе квитанции. Вода, отопление, вывоз мусора, техническое обслуживание. На каждый вид коммунальных услуг – своя платежка. Часто корешки по ошибке бросают в чужой почтовый ящик или они просто теряются. Кроме того, на каждый вид услуг пенсионеру и ветерану нужно отдельно оформлять льготы. В каждую инстанцию приходилось отдельно бегать. Базовый общий такой, я так понимаю, что нет у них компьютерной базы общей. Было желательно, что пошел в одно место, чтобы раз, и все, и все льготы. Они бегают, пенсионеры, ноги болят. На встрече отметили, в республике создан расчетный информационный центр и ведется работа по разработке единого платежа. Все коммунальные услуги в одной квитанции. Это облегчит жизнь льготникам и позволит сэкономить средства на оператора, распечатку и разнос квитанций. Специалисты планируют уже к октябрю полностью запустить этот проект. Что такое единая квитанция? Потребитель, когда подходит рассчитываться за данные услуги, называет, грубо говоря, фамилию Власов, высвечивается его лицевой счет, появляются полностью все коммунальные услуги. Потребитель вправе выбрать, какую услугу он оплачивает, какую услугу не оплачивает. Оплатив эту услугу, оператор ему дает распечатку, что такая-то услуга оплачена, такой-то долг остался за то-то, за то-то. Представители правительства отметили, в модернизации нуждаются и системы электроснабжения. В республике более 30% трансформаторов еще 50-60-х годов, что существенно влияет на энергоемкие затраты поставки электроэнергии. Запланирована инвестиционная программа «Поднестрэнерго» в пределах 30 миллионов рублей. С повышением с 1 января, хоть она там где-то 5 копеек в пределах лимитов, это не столь существенно может заметно, но сверхлимита у нас больше. Конечно, там на 16 копеек, более существенно. Но это позволит нам заменить трансформаторы, которые есть, опоры, которые имеются, и на следующий год сохранить тариф на том же уровне и идти на снижение технологических потерь, которые тоже включаются в нашу структуру затрат, то есть тариф, который оплачивает как население, так и промышленные потребители. Что касается Дорожного фонда, на Рыбинский район в этом году выделено более 23 миллионов рублей. 10 миллионов на государственные дороги и 13 на муниципальные. По государственным дорогам упор в этом году сделают на ремонт сельских дорог, таких как Воронкова-Мокра, Джура-Бутучаны и Рыбница-Андреевка. Это те дороги, по которым у нас идет наибольшее количество жалоб, в плане того, что дороги там построены из песчаногравийной смеси, особенно по населенным пунктам, идет запыленность большая, экологическая обстановка в этих населенных пунктах не очень хорошая, поэтому было принято решение хотя бы по полкилометра дороги, то есть по одному населенному пункту в год производить асфальтирование на этих дорогах. Затронули тему и водоснабжения сел. Специалисты напомнили, в рамках госпрограммы по замене, ремонту и реконструкции сетей водоснабжения в сельской местности было запланировано финансирование свыше 200 миллионов рублей. Но из-за дефицита бюджета вместо запланированных 50 миллионов в год выделялось вдвое меньше. Представители правительства пообещали выступить с инициативой о продлении данной программы до 2018 года.